Комплексное благоустройство. Под таким девизом в этом году работала федеральная программа «Комфортная городская среда». В 13 дворах были отремонтированы проезды, освещение, установлены лавочки и урны. К дополнительным услугам относились озеленение, установка детских площадок и парковок. Исходя из того, какую концепцию благоустройства двора примет жители на общем собрании, то есть они должны сформировать дизайн-проект, то есть определить концепцию, исходя из этого уже вытекаются проектно-сметные документации, стоимость и, соответственно, получается стоимость основных видов и дополнительных видов. И вот по дополнительным видам получают 10% финансирование. Но это небольшие совершенно деньги, то есть получается, что, получается, менее 5% в целом, если это общий объем бюджета, ложится нагрузка на жителей. А между тем в Рязани есть множество дворов, которые нуждаются не в комплексном ремонте, а во внимании городских властей. Так, яма около театра «Переход», расположенного между двумя общежитиями, достигает в глубину 20 сантиметров. Преодолеть их становится проблемой не только для автомобилей, но и для пешеходов. А во время дождя лужи занимает все дорожное полотно, проехать по которому могут только опытные водители. Если есть нормальные дороги, то подвеска должна выхаживать в среднем, это вам говорил человек, механик, в среднем должна выхаживать где-то 80-90 ещет. Подвеска ходит не больше 15-20, именно вот на ВАЗе я имею в виду. На марках мы 50 максимум, то есть у меня вторая машина «Ауди», 50 тысяч, все, я подвеску меняю. Потому что невозможно, то есть если в нормальных странах, там человек едет, ты сможешь, чтобы какой-нибудь дурак ему не кинуться под колеса, то у нас мы едем, мы сможем как бы не попасть в какую-нибудь яму. Не менее остро встает вопрос пешеходных дорожек, особенно если двор один на несколько домов. Такая ситуация на улице Высоковольтной 18. От грязи жители спасают двери, их положили местные активисты. Дыры в дороге залатали тоже они, пригодился обычный щебень. Есть и другая проблема, с ней столкнулись жители дома номер 13 на Касимовском шоссе. С виду благополучный двор скрывает в себе небольшой нюанс. Раньше это была хозяйственная постройка, однако более 15 лет назад она горела. Тушили всем двором. С тех пор здание не снесли и не отремонтировали. Сейчас это место сбора злачных компаний и лиц без определенного места жительства. Раньше за постройкой была автобаза, их разделял высокий забор, сейчас небольшая дорожка. На месте бывшей парковки для автобусов построили жилой дом. Чтобы попасть в подъезд, нужно пройти через неосвещенную территорию. Граничит с постройкой и детская площадка, однако собираются на ней только взрослые. Вокруг пивные банки и мусор. Отпускать сюда детей опасно. Проблему решили радикально. Площадку перенесли на другой край двора, но безопасней она не стала. Корреспонденты нашей телекомпании регулярно рассказывают о проблемах рязанцев, многие из которых не решаются годами. Мы надеемся, что в следующем сезоне программа «Комфортная городская среда» будет расширена, и принять ее участие смогут максимальное количество дворов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».